Мероприятие, на которое пригласили летчиков-ассов, организаторы из Союза ветеранов Корейской войны и из Российского Союза ветеранов проводят во второй раз. Прошлая такая встреча проходила шесть лет назад. Открыл мероприятие председатель Московского городского регионального отделения Российского Союза ветеранов генерал-лейтенант Артур Тиняков. Выражение нашего глубокого почтения ко всем тем нашим старшим товарищам, которые защитили нашу страну, наше Отечество в самые сложные дни нашего советского государства. И вот этот список, материалы об этих подвигах необходимы Московскому городскому региональному отделению ветеранов, как части Российского Союза ветеранов в целом. Время неумолимо. С каждым годом все меньше ветеранов-летчиков могут прийти на такие встречи. Генерал-майору авиации, герою Советского Союза, участнику Великой Отечественной войны Сергею Крамаренко исполнилось 97 лет. В 1951 году он участвовал в боевых действиях против американских самолетов с аэродрома «Ань-Дунь» в Корейской войне. За 11 месяцев совершил 104 вылета, провел 42 воздушных боя. В Корее воевал с американцами, сбил 21 самолет, двух командующих сбил американских, так что все нормально было. Меня один раз сбили там, в конце войны уже. Приземлился, дошел до... до деревни довезли меня корейцы. А на другой день за мной машина приехала, привезла на аэродром. Я уехал в Союз. Так что все нормально в Корее. Сбил 21 самолет. В зале много родственников летчиков. И среди них активисты общественных объединений, которые помогают сохранять память о героических страницах истории советской и российской военной авиации. Одна из них – Татьяна Рубан, вдова погибшего в Афганистане, героя Советского Союза, командира штурмовой эскадрильи Петра Рубана. Тринадцатый год. Возглавляю общероссийскую общественную организацию семей погибших защитников Отечества. Работаю непосредственно с теми, кто не дождался своих детей, мужей, братьев с войны. Наша организация имеет отделение в 67 регионах. Поэтому вы должны понять, что это довольно-таки серьезная, большая организация. Среди летчиков, которых пригласили на встречу, были и участники боевых действий в Афганистане. Среди них генерал-лейтенант авиации, летчик стратегической авиации Александр Осипенко. Он сам и его родственники – люди героических профессий. Но когда Александр Николаевич говорил о героизме, он обращал внимание на нечто очень важное. Самое главное, что мне запомнилось, когда я еще был мальчишкой и узнал, что младший брат отца и его жена – герои Советского Союза, «Отец, уловив что-то в моем поведении, сказал, и потом он повторял это всем детям – ваших заслуг в их героизме нет. Поэтому никакой спеси не должно быть, нигде не пользоваться, помогать никому не будем, спрос будет строгим». На встрече присутствовали и летчики гражданской авиации, которые во время авиарейса оказывались фактически в боевой ситуации. Так Иван Андреевич Кашин, летчик пассажирского Як-40, в далеком 1973 году ввел самолет с опасностью для жизни, фактически находясь под прицелом обреза, из которого террористы уже ранили двух членов экипажа. «Бортмеханик нормальный хороший парень был, его ранили, у них оружие было, ружье одноствольное, ружье двуствольное и обрез одноствольного ружья у третьего было, а у четвертого был дипломат с жеканами. Ну вот, ну, туман 200, я долетел до Брянска, если будешь садиться, будем стрелять пассажирам». Я вернулся опять в Москву. И вот тут в Москве где-то с 12 дня до 18, там может больше, шла торговля. А потом Бугаю приехал, Андропов приехал, Щелоков приехал, все в бронежилетах были. Ну и интересные моменты, конечно, много такие, которые страшно рассказывать. Постреляли. На встречу пригласили и Щелковцев. В Дом ветеранов вооруженных сил приехал Герой России, участник Афганской войны, в прошлом летчик-испытатель Государственного летно-испытательного центра имени Чкалова, а сейчас заместитель председателя Совета депутатов городского округа Щелково Анатолий Андронов. «Это событие нужно, важно. Собрались родные, близкие, выдающиеся летчиков, авиаторов, которые внесли для российской авиации, для авиастроения, самые большие вклады в то, чтобы наша авиация и наше государство стало авиационной державой». На встрече в выступлениях были названы цифры, которые показывают, сколько выдающихся летчиков участвовало в военных конфликтах. Среди них самое большое число награжденных двумя и тремя звездами героев. Кстати, для города Щелково и для его микрорайона Чкаловский это не новость, потому что здесь на домах десятки и десятки мраморных памятных досок с именами героев-летчиков. Андрей Циханович, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.